Термоядерный приветик! С вами Playboy Атомный и это игрушка Lydobot, где с помощью визуального программирования мы изучаем логику программирования и некоторые принципы программирования, которые потом понадобятся в серьезном программировании. Значит, я подумал, каким образом пройти эту миссию. Смотрите, мы можем разбить вот это движение разом, два шага вперед, прыжок, зажгли лампочку и вызвали процедуру 2. То есть, несмотря на то, что здесь три клеточки, здесь два шага, но если мы будем выполнять лишние действия вот здесь, он просто будет упираться в стенку и идти в стенку, поэтому все равно срабатывать будет нормально на три и на две клетки. Очень интересные способы программировать такие. Я о таком даже не думал, что можно совершать некоторые лишние действия, они вроде будут смотреться как-то странно, но при этом больше получается зацикленность и больше повторяемых действий. Необычные подходы к решению. Я такой логикой даже не мог подумать, что можно так сделать. А оказывается, можно так сделать. Лампочка, поворот и вызываем под программу 1. 1. Но мы тут не спрыгнули, поэтому добавим в под программу прыжок. И не имеет значения, я уже испытывал, что прыжок, он просто прыгает на месте. Поэтому получается, здесь он будет где-то на лишнем месте просто прыгать один раз. И все. Вот, видите, подскочили, ничего с этого не случилось. Здесь он прошел, он еще один раз уперся в тупик. Но, несмотря на то, что вроде такие действия немного странные, у нас получилось сделать цикл. То есть, двумя достаточно простыми наборами команд мы решаем две слегка различные ситуации. Я никогда не думал таким образом. Я не думал. Знаете, вот я думал, я как бы просто засниму, да, игрушечка такая вот. Забавненькая, но я даже не мог предположить, что она окажется действительно полезной, в том числе для меня. Потому что даже в логическом, вот когда я программировал, на логическом уровне я не допускал такие возможности, которые научили меня кода карт и вот эта игрушка. Крайне интересно. Крайне интересно. Так, ну здесь под программу 1 вызываем. Что у нас под программу 1? Идет классика. Шаг вперед, лампочка, шаг вперед, лампочка, поворот. Шаг вперед, лампочка. К тому же здесь и вызываем под программу 2. Ага, в под программе 2. шаг вперед лампочка поворот шаг вперед лампочка шаг вперед лампочка и вызываем под программу 1 правильно да ну здесь по крайней мере уже видно повторение стоп есть ошибочка и так пошли шаг ему нужно еще как-то повернуться а место для команд нету чтобы еще сделать поворот смотрите шаг перед лампочка да еще шаг вперед лампочка два шага вперед с лампочками поворот с лампочкой и вызываем программу 2 программу 2 мы здесь вызываем поворот шаг вперед с лампочкой да мы активировали нет здесь нужно каким-то образом сделать вот еще вот такой поворот она пошли не в ту сторону другую сторону поворот да и тут же смотрите тут уже немножко сокращенно сделано ну а запутался запутался ну шаг вперед шаг вперед еще потом повернули сделали шаг ну по-любому только так по-другому не получится теперь у нас p2 срабатывает лампочку повернулись сделали шаг вперед лампочка блин даже не знаю как даже не знаю как здесь снова нужно подобрать как-то правильно последовательность действий ну можно сделать таким образом шаг вперед лампочка шаг вперед лампочка поворот и начинаем под программу 2 тогда на наш шаг вперед и начинаем подcze气 поворот Шаг вперёд лампочка перенеси сюда поворот шаг вперед лампочка шаг вперед лампочка поворот шаг вперед лампочка жаром данном для поворот есть м так сейчас это будет не совсем логично выглядеть То есть он как бы будет много тупить Но при этом он выполнит всю задачу Он сейчас будет вот здесь тупить То есть он будет идти И не пойми куда Не-не-не-не Не получилось таким образом Он телепортируется Поэтому начинает движение Не совсем правильно Давай сделаем здесь шаг вперед Вот так лампочку Шаг вперед, лампочка, поворот Смотрим так Нет, получается фигня полная Твою налево Каким образом это пройти? Я сейчас не представляю Каким образом Поворот Шаг вперед Лампочка Ну давай так Нет, он застрает здесь Блин, большая проблема с поворотом Понимаете? Не хватает действий Ну смотрите, шаг вперед Мы по-любому тут делаем вот так Это по-любому Потом по-любому поворот По-другому не получится Делаем шаг вперед Ну добавим сюда лампочку, да? Добавили сюда лампочку Делаем еще шаг вперед Смотрим, что это получается, да? Ага, немного неправильно О, вот так вот правильно, да Ну это максимум Это максимум Подожди, я поворот в другую сторону Давай добавим Пауза Давай поворот в другую сторону Теперь Стоп, мы развернулись раньше, да? Чего пошло вообще не так? Я не понимаю, как это честно пройти Мы все выполнили У нас просто не хватает одного действия Чтобы пройти задачу Вот одного не хватает А каким образом его можно оптимизировать Или получить Ну давайте сделаем так, что Это уберем и вначале будем зажигать Нет, тогда это будет телепорт Назад Каким образом это сделать по-другому? Ну смотрите, вот мы повернули Здесь, например, начать P2, да? Программа Вот шаг вперед, шаг вперед Поворот Давайте сделаем немножко по-другому У меня возникла идея интересная Мы в подпрограмме 2 делаем каким образом? То есть мы будем подпрограмму 1 использовать как основную А подпрограмму 2 будем вызывать Стандартное действие Есть шаг вперед, лампочка Шаг вперед Лампочка Поворот В подпрограмме 1 мы вызываем 1, подпрограмму 2 2 2 Подпрограмму 2 3 Смотрим, что языка получается Что-то интересное получается Но нам не хватит Смотри, два раза повернемся Допустим, да? Вот здесь, да? Два раза повернулись Хорошо А если мы уберем повороты И вот так вот будем вызывать Программа 2 Смотрим, что из этого получится Назад Поехали Поворот все равно нужен сюда То есть он поворачивается Он разворачивается вот сюда Ну тут по-любому получается Два разворота нужно сделать И потом снова п2 Вызвать 3 раза А давай здесь тогда зациклим Вот так Стоп То есть мы вызвали п2 А потом вызовем саму себя Да Похоже я прошел Вот это задача, конечно Вот это задача Да, это сложная была задача Шик Та-та-да Так У нас п1 маленькая, да? Ну что мы сделаем в ней? Логический прыжок Прыжок Лампочка И вызываем под программу 2 Под программу 2 Это у нас Где у нас мы сейчас закончили? Ага, нет П1 вызываем Лампочка Здесь закончили Значит Прыжок Нет Прыжок Прыжок Поворот Ага Нет Так не сработает Так не сработает Давайте тогда под программу 2 Посмотрим, каким образом Мы делаем прыжок Два прыжка Лампочка Пока так В под программу 1 Вызываем под программу 2 Поворот И вызываем, наверное, п1 Само себе Пошли Нет, немного неправильно П2 два раза Вот Под программу 2 два раза Два раза маленький цикл повторяется А потом Вызываем снова большой Вот теперь нужно сработать Да Блеск Да Интересно В вот этой бесплатной версии Такого нету Используют 16 или менее команд Ну а что у нас У нас идет Шаг Нет Начинается все Лампочка Шаг вперед Лампочка Шаг вперед Лампочка Вот стандартное действие Давайте это все Под программу 2 Запишем Лампочка Шаг вперед Лампочка Шаг вперед Лампочка Маленький цикл Теперь в большом цикле Мы вызываем Давайте в основе Мы вызываем Программу 1 Мы вызываем программу 2 Следом Что мы делаем Мы делаем Раз поворот Два поворот Нет Один поворот Шаг вперед Поворот Вызываем Снова Под программу 2 Она проходит Делаем Поворот В другую сторону Не хватает Несколько действий Если мы добавим Допустим Вот этот поворот Вот сюда Нет Он не поможет А ты знаешь Что мы здесь сделаем А мы сделаем Сделаем Два поворота Здесь вот он Два раза повернулся Давай Один Он повернулся Сюда Теперь мы вызываем Снова Вот это мы Избавляемся Да Мы делаем Шаг Каким образом это всё решить? Да, 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 зажигали и повернули, теперь делает шаг вперёд ещё поворот, называется P2, сделал два поворота в другую сторону, а что если мы добавим вот здесь? Нет, не получится. Что у нас сейчас получится? Ну мы можем сделать шаг вперёд и поворот. Хорошо, давай сделаем вот шаг вперёд. И поворот. Что у нас если P2 вызвать? Ага, он зайдёт в тупик. Вот тут уберём. Двигай. 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 А если мы попробуем поступить по-другому? Нет, не получится большую, не получится точно никак. Закрыть. Ну смотри, поворот допустим, да, сделаем. Лампочка, шаг вперёд, лампочка, шаг вперёд, лампочка. Это я сделал раз, два, три. Ну и шаг вперёд, лампочка, четыре. Хорошо. Ещё шаг вперёд. Здесь мы делаем поворот, P2, P2. Поворот в другую сторону. Шаг вперёд. Ещё поворот в другую сторону. Ах, ну я P1 смотрю, что из этого получится. Нет, получается какая-то хрень. У нас он просто идёт вперёд, лампочку зажёг. Он делает четыре шага, четыре лампочки зажигает. Потом идёт поворот в эту сторону. Вот он. Второй раздел. Угу. Давай ещё поворот тогда сделаем. Вот так вот. Смотрим, что это у нас получается. Фигня выходит. Ну, комментируйте, наверное, вы тоже. Если нашли какое-то решение, напишите внизу. Оооо, конечно, ничего себе, ничего себе. С вами был Твой Бой Атомный. Оценивайте видео. Только революция, только победа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok